Война против Украины 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 Для этих россиян из Подмосковья мобилизация закончилась стремительно в пленом и это был лучший сценарий Меньше повезло на этом же Сватовском направлении в Луганской области новобранцам из Воронежа и Курска на самой передовой возле села Макеевка их нашла украинская артиллерия Из батальона почти полтысячи мобилизантов уже навсегда закончили свое участие в этой войне Как все было рассказал военный эксперт Дмитрий Снегирев То, что произошло возле Макеевки собственно речь идет о том что неподготовленные гражданские лица имеющие сомнительный боевой опыт были брошены на одну из горячих точек в Макеевку Там бои ведутся за контроль над трассой Сватово-Кременная ВСУ пытаются и уже фактически взяли под огневой контроль эту дорогу Масштабные потери среди мобилизантов не удалось скрыть даже в России родственницы тех кто выжил начали штурмовать всех подряд чиновников Помогите нам вызволить наших мобилизованных бойцов убрать их с первой линии с передовой оказать им материальную, физическую моральную помощь К женским протестам присоединились новые группы родственников мобилизованных и те обнародовали интересный факт Нам отзваниваются наши родные говорят, что тут куча группы выкидают для передового обступать у них нет возможности потому что свои же их будут расстреливать О расстрелах своими же начало звучать все чаще Их там убивают и слышали как по рации передавали наши же своим о том, что игрушки прибыли можете стрелять Их убивают Получается в Российской армии как и во Второй мировой действуют заградотряды Полковник Владислав Селезнев говорит россияне в целом воюют как и 70 лет назад и объяснение этому элементарно Основные учебники по которым учатся будущие генералы в Российской армии они изданы еще по итогам Второй мировой войны Ничего нового не появилось в российской военной среде Хотя Российская Федерация фактически со дня своего основания последние 30 лет постоянно принимает участие как минимум в локальных конфликтах но опыта участия в масштабном конфликте у нее нет Так что мобилизантами просто затыкают дыры на фронте используя их как пушечное мясо Часто буквально из военных комиссариатов отправляют в районы боевых действий не обеспечивая ни средствами защиты ни униформой и даже не проведя этап боевого слаживания То есть вчерашние мобилизованные призванные в ряды российского войска даже не знают как взаимодействовать коммуницировать друг с другом чтобы сохранить свою жизнь во первых а во вторых выполнить боевое задание конечно не имея такого опыта не имея подготовки они несут потери еще один батальон мобилизованных из Белгородской области после пяти дней обучения бросили на горячую точку под Авдеевку из 350 в первые же дни выжила только треть и подобных историй хватает когда поезд с мобиками был расстрелян в СУ было нанесено огневое поражение тогда погибли несколько сотен так называемых мобилизованных которые даже не успели пройти боевое слаживание второй такой случай был очень показательный в СУ накрыли военные базы в городах Алчевске и Стаханове после переименования Кадиевке возле еще более горячего бахмута российские мобилизанты идут в наступление за наемниками из тюрем но это их не сильно спасает тактикой давить живой массой шокированы были даже опытные украинские военные они видимо насмотрелись фильмов о Чапаеве ура ура и побежали всей толпой их косят косят они переступают через своих и дальше идут падают ни раненых ни убитых никто никогда не забирает только новых везут и везут осознав какую роль в этой войне выделена их мужчинам матери и жены российских могилизантов начали даже объединяться мы матери Павловского района присоединяемся к воронежским матерям чьи сыновья мобилизованы и требуем соблюдения законов Российской Федерации но если вы подумали что эти женщины против путинской войны то нет убийства украинцев их не особо волнует но некоторое прозрение в российском обществе все же начало происходить это не протест пока еще это просто волнение и слом картинки потому что слом картинки которая сидела в головах у людей что мобилизованных будут направлять на все что угодно кроме войны так что в головах у людей создалось впечатление наверное что мобилизованные будут направлены на какие-то вспомогательные работы просто посидят там что-то поделают помогают войскам реально воюющим сами за это получают большие деньги и потом вернуться домой и вот эта картинка сейчас жестко столкнулась с реальностью путинскую могилизацию скандалы сопровождают постоянно больше всего возмущений новобранцев на снаряжение собрать их на войну из Москвы поручили губернатором вот как вояков снарядил глава Архангельской области недовольство солдат задело самих губернаторов Орловский даже возмутился и пока матери и жены могилизантов рассказывают как неправильно отправлять их мужчин убивать украинцев не обученными и плохо экипированными пропаганда начала обвинять самих новобранцев а что ты сделал на полигоне чтобы быть готовым к бою или ты считаешь что тебе все должны а что ты должен государству что ты должен родине тем временем родственницы мобилизованных из Воронежской Курской и Белгородской областей чтобы забрать с фронта своих мужчин добрались аж в приграничный городок Валуйки прорывались в Украину но их не пустили мы уже третьи сутки живем здесь на парковке я беременная девушка которая жду третьего ребенка никак не могу забрать своего мужа но в итоге им это удалось роте мобилизантов которые самовольно ушли с передовой и разрешили вернуться в Россию к женам правда история может закончиться тюрьмой за дезертирство когда-то во время первой чеченской кампании на фоне масштабных потерь россиян Вичкерии матери и жены своими бунтами смогли повлиять на вывод оттуда военного контингента может ли такое произойти сейчас этот процесс который мы сейчас видим это только первые ростки ситуация будет усугубляться на территории Российской Федерации верю ли я что там произойдет тот же процесс который мы видели в 98 когда фактически женский бунт прекратил первую чеченскую кампанию я сомневаюсь но то что этот раздрай в российском обществе будет увеличиваться и будет дестабилизировать ситуацию в Российской Федерации это меня радует но есть одно но тогда Россией правил достаточно либеральный Ельцин который уже собирался на пенсию сейчас абсолютная диктатура Путина который крепко держится за кремлевское кресло правда потери несоразмерные Вичкерии за два года первой военной кампании Россия потеряла чуть больше пяти тысяч бойцов в Украине за восемь месяцев уже свыше восьмидесяти тысяч Оксана Дворецкая специально для телеканала Фрида за два года